Для кого-то он испанский медовик, а для кого-то шоколадный медовик Спартак. В любом случае от названия вкус его точно не меняется. Шоколадно-медовые коржи и нежный изысканный крем. Если вы не возражаете, то мы с вами его вместе сегодня приготовим. Готовим шоколадное тесто. Посуду с толстым дном отправляем яйца, добавляем сахар, тщательно перемешиваем венчиком до однородности, добавляем сливочное масло, мед желательно чистый, ванильный сахар. Ставим на минимальный огонь и при постоянном помешивании доводим до первых пузырьков. Сразу же снимаем, добавляем соду, перемешиваем, просеиваем какао с мукой. Сначала работаем с венчиком, далее уже можно работать с лопаткой, иначе у вас не получится перемешивать. Получается у нас вот такое вот не очень плотное тесто, но мукой забивать не стоит. Заворачиваем пищевую пленку, отправляем в холодильник на несколько часов для стабилизации. Далее достаем и делим на равные части. Я разделила на 10 частей. Скатываем в шарики, отправляем в холодильник. Далее достаем по одному и выпекаем. Готовный заварной крем. Опять же нам понадобится посуда с толстым дном, чтобы ничего не прилипало. Соединяем все ингредиенты в кастрюлю, немного добавляем молока. Сначала хорошо перемешиваем до однородности. Постепенно вливаем горячее молоко и ставим на минимальный огонь. При постоянном помешивании варим до загустения. После загустения варим не больше двух минут. Перекладываем в чистую посуду, накрываем в контакт пищевой пленкой, отправляем в холодильник на несколько часов. Далее берем сливочно-творожный сыр. Можем взять просто сливочный. Соединяем все ингредиенты в миске и взбиваем до плотной массы. Можно это сделать и венчиком, а можно и миксером. Далее достаем холодный заварной крем, который у нас постоял в холодильнике. Взбиваем сначала миксером до однородности. Можно теперь соединять обе массы. Я это делаю 2-3 этапа. Добавляю понемногу и взбиваю миксером на минимальных оборотах. И в итоге у нас получается очень вкусный крем. Приступаем к выпечке коржей. Раскатываем тесто чуть больше диаметром 18 см. Прокалываем вилкой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке ровно 5 минут. Режим вверх-вниз. Пока он горячий, вырезаем кольцом, а обрезки обязательно оставляем в сторонке. Они нам еще понадобятся. Вот такие вот ровные коржи у нас с вами получаются. Крем я делю на 9 коржей по 2,5 ложки. Оставшийся крем я добавляю какао, чтобы смазать верхний корж и бока. Сверху он у нас будет выглядеть очень даже шоколадным. Дальше у нас идет сборка торта. Здесь все очень просто. Корж, крем, корж, крем. Крем обязательно разравниваем лопаткой. На верхний корж мы с вами кладем шоколадный крем. Разравниваем. Обматываем пищевой пленкой. Лучше, конечно же, положить какой-нибудь груз, чтобы торт у вас был более ровным. Надеваем кольцо и отправляем в холодильник. Из обрезка сделаем мелкую крошку для обсыпки. Помещаем в блендер и измельчаем. Можно это сделать с помощью скалки, но в блендере получается красивее крошка. Далее готовим глазурь. В миске соединяем сливочное масло и темный шоколад. Растапливаем в микроволновке, либо на водяной бане. Достаем торт из холодильника. Теперь смазываем шоколадным кремом оставшимся бока и верх торта. Опять же отправляем в холодильник на 20-30 минут, чтобы крем немного схватился. Поливаем глазурью сверху. Разравниваем. Бока присыпаем мелкой крошкой. Оформляем торт по желанию. Продолжение следует...